Всем привет, с вами я, Лев, и это канал Good Boots. Сегодня у нас увлекательная тема, которую я не мог вообще пройти мимо. Демикс. И вы знаете, мое отношение к демиксу, это для меня некий мем в мире футбольной экипировки. Все вы их знаете по футбольным бутсам, сумасшедшим, просто космическим, а также по недокачеству в одежде и обуви, но так ли оно на самом деле? Правда ли, что такие бутсы стоят дорого? И есть ли смысл вообще в их покупке? Сегодня узнаем, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! А перед началом данного видео я хочу вам посоветовать магазин Poison Shop. Ребята работают с крупной китайской площадкой Poison и доставляют крутые и классные вещи надежно и качественно. У них есть собственный телеграм-канал, где они рассказывают про одежду и обувь, а также про новинки в мире моды и спорта. Также у ребят есть огромный раздел с множеством отзывов, довольных отзывов, а также огромный чат с подписчиками, где ребята делятся своими покупками. Конечно же, у Poison Shop есть собственный сайт, где вы можете найти в каталоге кучу всего интересного. Ну а если, например, нет нужной пары, например, каких-то бутс, то вы можете напрямую связаться с ними и заказать ее. Для начала, просто выбрав ее в Poison, а потом написав самим чувачкам из Poison Shop, они вам закажут нужную пару. Предоставят вам точные расценки, а также дадут трек-номер, по которому вы сможете отследить посылку. Одним словом, в обиде вас не оставят. И самое крутое, у Poison Shop есть офлайн-точка. Там вы можете примерить нужную одежду и обувь, и вам также там помогут с выбором. От себя лично рекомендую, а все нужные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Хочу начать с предыстории, собственно, как же появился бренд Demix. Помимо того, что у того же Декатлона был ProTouch и Kips, спортмастеру нужно было иметь собственный бренд. Так появился бренд Demix, который спустя два года, в 1994-м, появился на полках спортмастера. Спортмастер же должен был как-то отличаться от других спортивных магазинов в России, и поэтому они, собственно, и получили Demix. Спортмастеру было выгодно иметь свой бренд Demix, потому что это все дело шилось в Китае и приезжало за недорого. И таким образом Demix вышел на лидирующие позиции, обогнав в какое-то время даже Adidas, Nike и Puma, прикиньте. Это было дешево, довольно-таки сердито, и раньше покупали в большом количестве Demix. Да и, в принципе, сейчас люди особо не парятся и также покупают одежду и обувь от этого бренда. Сегодня у нас на обзоре две пары бутс, которые я приобрел за 1300 рублей и за 2000 рублей. Мы посмотрим, насколько вообще эти бутсы хороши и стоит ли покупать такие модели. А, и да, если вы не знали, эти бутсы я покупал на Азоне, и они продаются на многих интернет-площадках, помимо спортмастера, так что имейте в виду, если в спортмастере дороже, скорее всего, на интернет-площадках будет даже дешевле покупать. Начнем с модельки за 1300 рублей. Эта модель называется Demix Gold 2 FG, хотя FG тут на самом деле натянута, но давайте ближе к обзору. Открываем коробочку, и перед нами здесь вот такая вот моделька бутс, черно-зеленые ботиночки. Сейчас будем на них смотреть. С первого взгляда они мне показались обычными дешевыми бутсами. Вот бутсы, которые представляются в головах у тех, кто особо не разбирается в данном вопросе. Просто обычный такой, ну, кроссовочный верх с подошвой от бутс. Но когда я их надел на ногу, стало все гораздо хуже. Как только я их надел на ногу, я почувствовал просто какое-то чувство ботинка, вот настолько бесформленное, настолько какое-то непонятное чувство, что я хотел их поскорее снять. Я понимаю, что эти бутсы не должны вызывать каких-то вау-эмоций за такой ценник, за такие материалы. Ну, давайте, собственно, про материалы и поговорим. Материал верха такое чувство, что просто взяли кусок линолеума, покрасили его в черный цвет и сделали ему форму бутс. И налепили на подошву. Вот настолько вот странное чувство у меня от материала верха. За 1300 рублей вы получаете просто толстенный кусок синтетики, твердый. И вообще, ну, на самом деле, вы никак не будете хорошо чувствовать мяч в такой модели. Давайте, кстати, я специально выйду на улицу и затещу этот материал верха в обычной простой чеканке. Итак, друзья, мы пошли тестить эти очень крутые и классные бутсы. Итак, let's go! Мы, конечно же, идем на мой личный стадион, который я купил вот специально под это видео. Сам я его строил, конечно же, очень долго, потратил очень много денег на это. Но я думаю, это того стоит, чтобы затестить эти топовые бутсы. Итак, вы можете заметить, что мы к нему подходим. Вот я высаживал эти деревья много лет назад. Шикарная дорога до стадиона, как вы можете заметить. Вот, оператор показывает вам дорогу. Зацените и обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам вот это все происходящее. Небольшая, но все-таки не менее скромная тропинка. Вот, мы уже подходим. Вот, уже вот, вот. Это наша вот скамейка запасных. Вот так вот она выглядит. Собственно, можно присесть и уже переодевать бутсы. Итак, небольшой АСМРчик. Что ж, бутсы надеваются, я вам так скажу, непросто. Но для того, чтобы... Ой, кусок говна. Для того, чтобы, знаете, проникнуться, так скажем, можно и потерпеть, да, и помучаться, и надеть эти... Вот эти бутсы. Ну и, как вы можете заметить, выглядят они топово. Кстати, носки тоже демикс для лучших ощущений данных ботинок. Ну что, пойдемте тестить. Для начала затестим обычную чеканку. И надо набить всего лишь три раза, но в этих бутсах можно и 103 набить вообще без каких-либо проблем. Как вы можете заметить, я просто скиллмен. Очень крутой, зацените бутсы. Опять же, это топовые бутсы, топовые ботинки. Я топовый, потому что я в демиксах. Конечно же, благодаря этим бутсам я бегаю быстрее, чем в баппе. Вот, зацените. Вообще, вот понимаете, благодаря этим бутсам я стал быстрее, чем в баппе. Вообще, у меня все финты получаются. Мои задумочки. Ну, то есть, без каких-либо проблем. Так что, этим бутсам я ставлю 100 из миллиарда. А вы обязательно пишите в комментариях, что вы тоже купили эти бутсы. Шнуровка и язычок вот самые максимально простые. И такое чувство, что язычок, ну, через какое-то время просто отвалится и скажет вам пока, если вы будете каждый день играть в такой модели. Подошва. Ну, ребят, сход никаких не видите. Лично мне кажется, они просто такие, блин, а нафиг нам что-то разрабатывать? Мы просто возьмем подошву от Nike, вот эту вот AG-подошву, и налепим их на демикс. И никто ведь ничего и не заметит. Они даже поленились отверстия сделать в шипах вот настолько ленивые ребята из демикса, что решили просто вот так вот литую подошву оставить и все, и забить, собственно, болтик. Единственное, что, наверное, устраивает меня в этих бутсах, это пятка. Она тут в меру твердая, она довольно-таки хорошо держит форму и не прогибается. Вот только вот в верхней части, как и нужно. Вот за пяточку я поставлю лайк. А в целом, ну, ребят, ну это... Я не знаю, для чего нужны эти бутсы. В плане дизайна, ну, вот тоже особо не докопаешься. Просто обычный дизайн, без каких-либо вычурных деталей. Да, вот эта вот зеленая часть задняя бутс, и вот этот вот чисто черный передник. Хорошо, в принципе, нейтральная такая расцветка. Но в целом никаких крутых деталей здесь нет. С точки зрения игровой практики, не знаю, ребята, они вообще кому подойдут. Потому что даже старикам, я думаю, не стоит брать такие бутсы, там, на какие-нибудь ветеранские лиги и игры и прочее. И также парням маленьким тоже, я думаю, не стоит. Потому что, ну, за 1300 рублей можно кучу всего купить на Авито. А тут же, ну, вообще ничего. И качество, ну, про качество мы, конечно, поговорим позднее. Они, вот, не знаю, они не цепляют. Они вообще, ну, такое чувство, что просто взяли какое-то бесформенное существо, да, бесформенный какой-то ботинок. Налепили подошву и сказали, на, держите, играйте, с вас 1300 рублей. Единственное, мне кажется, что можно делать в этих бутсах, это, конечно же, колотить гвозди, не знаю, подставочку под что-то. Или, ну, я не вижу какого-то резона покупать их за 1300 рублей, когда есть Авито. Никакого внутреннего каркаса, такой себе дизайн и хорошая только пятка. Подошва полностью слизанная с Найки. Ну, естественно, дизлайк. Эти бутсы я пока не советую, а про качество. Я напомню, мы поговорим чуть-чуть позднее. Бутсы Demix Exponente 3 FG. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Открываем коробочку и перед нами вот такие вот красные красавчики. Первое ощущение, какое у меня было после того, как я увидел эти бутсы просто в интернете, о том, как они хорошо умеют слизывать компанию Adidas. Давайте я вам расскажу про все детали, которые слизаны с модели Adidas X-Ghosted.3. Первое, это, конечно же, похожий материал вверх. Вот он такой же тоненький, так же хорошо мнется. И на самом деле это одна из лучших черт этой модели. Точно такой же тканевый верх, правда, ну, по качеству хуже, но вот полностью так же он слизан. Даже выступ с Demix, вот этим вот брендом, так же повторяет выступ у Adidas. Да даже задник, вот пятка так же вот тут имеет вот такую вот тканевую структуру, она тоже слизана с этой модели. Ну, Demix, ребята, ну вы чё, настолько ленивы? Мне кажется, у вас хватает сил и денег, чтобы разрабатывать собственные модели. Или же вы хотите пудрить мозги? Если они преследуют такую цель, что они хотят запудрить мозги покупателей, якобы они покупают похожую модель у конкурентов, то, блин, хорошо, ради бога, пожалуйста, но это такая себе практика. Если же вы хотите запудрить мозги там тем же покупателям, якобы советую им вот такую вот модель задёшево, то это, ну, такое себе на самом деле. Знающий человек вряд ли будет покупать такое. Если вы хотите незнающих запудрить, ну, это, конечно, несовестливый поступок, хотя, чё я говорю, огромные корпорации. На самом деле, если отстраниться от того, что есть вот такие иксы, то давайте просто обсудим эти бутсы в плане вообще игровых характеристик. Материал верха здесь реально неплохой, то есть он хороший, но я понимаю, что его так же надолго не хватит, поскольку он тонкий, ну, и такое себе качество, сами понимаете. Вверх очень быстро растянется, и эти бутсы сами по себе под узкую стопу и высокий подъём, а высокий подъём в тканевой модели – это довольно-таки бредовая идея. Пятка также здесь отличается, в принципе, какой-то хорошей составляющей, как и в предыдущей модели, ну, Демикс хотя бы пятки научились делать, и на том спасибо. А подошва, ну, вот, чисто стандартная. И, кстати, да, я по предыдущей модели-то забыл про подошву сказать. Смотрите, что вытворяет подошва вот в этой модели. Ну, вы сразу понимаете, почему я не буду советовать данные бутсы. Подошва вот этой модели очень похожа на модельки F50, ну, по форме шипов, так уж точно. Сама по себе она неплохая, хотя также вот гнётся. Единственное, что ей мешает гнуться так же, как модели Гол, это вот эти вот ребра жёсткости, которые расположены в месте сгиба. Вот, да, я не могу полностью их погнуть, но если какие-то усилия приложить достаточно сильные, то подошва погнётся без каких-либо проблем, и это вы, как сами знаете, минус. Но в целом вот эту модель за 2000 рублей я с натягом мог бы советовать, если бы не одно «но». Это Авито. Опять же, говорю про Авито, потому что за 2000 рублей там можно разгуляться и найти Найки, Адидасы и Пума вообще без каких-либо проблем, любительские модели, которые будут в разы лучше вот этого. Хотя, опять же, если вы брезгиете и вам нужны новые бутсы, то, ну, наверное, это как вариант, хотя, опять же, я бы всё-таки шёл на Авито. Что же касается качества исполнения бутс, стоит ли вообще покупать Демикс, когда вы знаете, что у них такая себе репутация в этом плане? Ну вот смотрите, самая дешёвая модель, да, 1300 рублей. Я сразу просто немножко отгибаю и вижу, что подошва даже не до конца проклеена. О чём может идти речь? Я молчу про качество печати, которая здесь, ну, просто галимая. Мне кажется, его также можно стереть пальцем, как в обзоре на палёные мерки. Кстати, ссылочка в подсказке. Да и в принципе, ну, это бесформенный ботинок, его, я думаю, не стоит даже брать в руки, потому что и играть в нём тем более. Ну, зачем он, собственно, нужен? Эти бутсы немного получше, потому что у них клей, конечно, виден, но это всё проклеено, конечно, лучше. Хотя, опять же, я бы не советовал эти бутсы, поскольку материал верха не оставляет никаких надежд на дальнейшее какое-то нормальное использование. Вот кажется, что Demix позиционирует себя как хороший такой бренд, качественный, но, блин, они не отвечают всем стандартам качества. Вот вы сами видели, что вот этот чёрный-зелёный ботинок себе позволяет. И вы спросите меня, советую ли я данные бутсы к покупке? Я бы сказал да, если бы не существовал Авито. Я много уже сказал про Авито, и на самом деле это так, я не буду переставать об этом говорить, потому что на Авито за 2000 рублей, вот я напомню, что я вот эти вот бутсы профессиональные купил за 2500. За 2000 рублей вы можете себе позволить очень много крутых любительских моделей, даже из кожи. Те же Тиемпы вы можете до 2000 рублей спокойно купить любительскую модель и кайфовать, и радоваться жизни. А вот это просто останется на полках, в пыли всё, и никому нахрен не будет нужно. Но, если бы не Авито, я бы, наверное, может быть, сказал бы и да. А так категорическое нет. А на этом у меня с вами всё. С вами был я, Лев, канал Good Boots. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Boots Demix, играли ли вы в таких бутсах, и вообще ваше мнение по поводу происходящего. Всё напишите в комментариях, я обязательно прочту, лайкну и отвечу. Все ссылки на социальные сети есть в описании, Telegram, TikTok и прочее вы найдёте внизу. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравился данный ролик, и не забудьте поделиться видео с друзьями. До скорых встреч, ну а я дальше пойду, не знаю, что делать, хейтить Demix'ы, что ли? Всем пока! Ту-ду!